По всей России стартовала новая программа «Пушкинская карта». Все желающие от 14 до 22 лет могут получить виртуальную карту, на которую каждый месяц будет поступать сумма 3000 рублей. Потратить её можно на культурные мероприятия, такие как поход в театр, библиотеку, музей или кино. К «Пушкинской карте» Музей истории Дальнего Востока и наши коллеги по Владивостокской крепости присоединились буквально с первого дня. Уже с первого сентября можно было посетить какие-то выставки, лекции, мастер-классы по «Пушкинской карте». И удивительно, что буквально прошла неделя и уже 61 заявка поступила от молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, которые захотели посетить и наши экскурсии, и наш музей. Появились новые выставки, которые тоже в ближайшее время можно будет посетить по «Пушкинской карте». Это выставка, посвященная Витусу Берингу и Рудольфу Нурееву. Для многих, наверное, будет удивительным узнать, что знаменитый танцовщик, лучший танцовщик мира был практически нашим земляком, потому что он родился в поезде по пути в Владивосток и первый год своей жизни провел недалеко отсюда, в 60 километрах, на станции «Раздольная». Мы очень благодарны этому проекту. Она позволила нам убедиться в том, что музей по-прежнему актуален среди молодых людей. Театр молодежи принимает участие в «Пушкинской карте», помимо еще четырех учреждений краевых. Программа в первую очередь рассчитана на молодежь. Наш театр участвует в этой программе. На данный момент включены в программу «Пушкинской карты» все мероприятия сентября-октября, кроме премьерного спектакля «Синяя птица». В приложении «Культура» вы можете посмотреть остаток средств, актуальные места для посещения, выбрать время и купить билет. К проекту уже присоединилось более 500 музеев и театров по всей стране. «Пушкинской картой я не пользуюсь, но в планах ее и пользоваться в будущем, так как это предоставляет тебе некие бонусы в виде бесплатных походов, ну или там с определенными плюсами в кинотеатры, ну и вообще в различные места культурной деятельности. Поэтому, да, я люблю такие места посещать, поэтому в планах все. Нет, ну до 22 лет это, конечно, правильно, потому что молодежь все-таки в этом возрасте. Но было бы неплохо, если сделали до 25, наверное, чтобы все смогли сходить, большинство учащихся, студентов, это все равно магистры, это до 25. Было бы неплохо. Так, я слышала, что сейчас начисляется 3000, потом в 2022 году будет еще 5000 начислено. Вот, ну так бы хотелось на концерты походить, вот. Слышал о том, что с этой пушкинской карты можно оплачивать, допустим, какие-нибудь мероприятия в плане художественные, то есть театры, концерты, вот. Более подробную информацию вы можете посмотреть на сайте национальныепроекты.рф. Мария Киреева, Игорь Егоров. Новости на Восьмом. Мария Киреева. Новости на Восьмом.